Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяния святых апостолов». И сегодня мы будем читать 24 главу этой книги. Первая тема этой главы – Павел и его обвинители перед Феликсом. Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Мы видим, что среди обвинителей сам первосвященник еврейского народа, то есть начальствующий в этом народе во всех отношениях. В те времена роль еврейских царей была сведена на нет. Царь Ирод реально никакой властью серьезной не обладал. А первосвященник считался на оси, то есть патриарх своего народа. Здесь мы видим, что враги Павла взяли с собой некого Тертула, который был ритор. Например, обычно это делалось в том случае, когда возникал какой-то сложный спор, и арбитром спора приглашался человек, который не принадлежал ни к той партии, ни к другой. Он как бы с позиции беспристрастности оценивал ситуацию. Так, например, когда во дни Блаженного Августина христиане проводили диспуты с еретиками, то такими арбитрами они приглашали язычников, которые не принадлежали ни к православной партии, ни к партии еретиков. Но здесь, скорее всего, этот человек был наймит. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря... Вот арбитр не должен обвинять, он должен оценивать ту и другую сторону. Начал обвинять его, говоря... Всегда и везде, со всякой благодарностью, признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему попечению, благоустроением сего народа. Но, чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением, найдя сего человека язвы общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущим мы по вселенной и представителем назарейской ереси. Здесь мы видим, что христиан называли представителями назарейской ереси, то есть римляне рассматривали христианство как иудейскую секту. Такое было отношение к ним. «Который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону». Апостол Павел не осквернял храм, он не вводил каких-то людей в храм, которые не имели права туда заходить. Он действовал всегда строго в соответствии с законом. И далее. «Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе, ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». Иудеи подтвердили, сказав, что это так. Этот ритор, он мог быть язычником, но в своей речи он говорит как бы от лица иудеев. Он говорит «мы» и так далее. Такое допускалось. Потому что он здесь скорее действует не как ритор, а как представитель стороны обвинения. И иудеи подтвердили, сказав, что это так. То есть они должны были подтвердить, что то, что говорится от их лица, говорится правильно. Возможно, это было связано с тем, что между иудеями и представителями римской власти был языковый барьер. Этот человек не только озвучивал позицию иудеев по поводу Павла, но и облекал это в понятные филологические формы. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал «Зная, что ты многие годы справедливо судишь всей народ, я тем свободнее буду защищать мое дело». Вот здесь мы видим, что и с точки зрения иудейской стороны, и с точки зрения апостола Павла, вот этот правитель Феликс, он человек справедливый. «Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорющим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня». Действительно, апостол Павел ходил в храм для совершения обрядов. Есть предположение, что он как бы снимал с себя назарейство, это был временный обряд, но если другая точка зрения, было принято, когда евреи долгое время жили среди язычников и возвращались в святую землю Айра Цесруэль, в храме, они тоже проходили обряд освящения, очищения и остригали волосы, так же, как и при снятии обета назарейства. Итак, апостол Павел говорит, «И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорющим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том, признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, то есть сектой, я действительно служу Богу, отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках». Закон – это Тора, пророки – это Набиим, то есть апостол Павел настаивает на том, что верующие в Иисуса Христа они признают святость Ветхого Завета. «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают, посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Итак, апостол Павел говорит, что он верит в Писание, он верит в воскресение мертвых, он верит в Божьи суды, когда Господь по воскресению из мертвых праведных и неправедных осудит. «После многих лет, продолжает речь Павел, я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение». Он принес эту милостыню преды всего христианам, которые делали эксперимент с коммуной, когда отказывались от частной собственности, и в результате этого эксперимента возник кризис. «При сём нашли меня очистившегося в храме ни с народом и ни с шумом». То есть я делал это как принято. «Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинить меня, если что имеют против меня. Или пусть сие самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Здесь апостол Павел играет на тех разных точках зрения, которые были в иудаизме, но они считались допустимыми. Выслушав это, Феликс отсрочил дело, их сказав, «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Но это было и раньше, когда сын сестры Павла, его племянник, юноша, мог свободно к нему приходить. «Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своею, и Удеянкою, то есть его жена Феликса была еврейка, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда я найду время, позову тебя». Он испытывает страх перед теми словами, которые могла говорить ему и его жена, иудейка, а тут Павел говорит то же самое, что суд Божий неизменно наступит. «Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, то есть взятку, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним». Ну, такой был своеобразный человек, хотя оценку ему дают неплохую, и иудеи, и сам Павел. Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил порций фест, порций фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Почему? Обычно, когда смещали одно должностное лицо, заменяя другим, могли посыпаться доносы на то лицо, которое смещалось. Чтобы не было таких доносов, Феликс действует в интересах иудеев, то есть той группы, которая обвиняла Павла. Но по прошествии двух лет прочитали мы, то есть два года Павел находится под стражей в Кесарии. То есть его римского гражданина держат два года в таких стесненных обстоятельствах. Хотя доступ людей к нему не ограничен, он мог общаться с христианами по-прежнему, но его вопрос еще не разрешен.